Всем привет, друзья! Меня зовут Ярослав, а вчера вечером прошла презентация Google I.O., на которой показали новый Android, обновление Google Ассистента, новые пиксели, Nest Home Hub и, в общем, все вот это вот. К слову говоря, о новых пикселях предзаказ и ссылка на них уже есть в описании этого видео, поэтому кликайте, смотрите, предзаказывайте. Начнем с Android 10, он же Android Q. Самая важная вещь, которая, на мой взгляд, случилась с обновлением Android, это форсированные обновления системы не через настройки, а через сервисы Google Play. Это означает, что в будущем все смартфоны, которые получат Android 10 из коробки, смогут обновляться Google в обход вендора. То есть вам не придется ждать обновления от Samsung, LG, Sony и других, вы будете получать обновления Android фактически напрямую от Google. Это значительно ускорит скорость обновления и пофиксит огромное количество дыр в безопасности, которые вендоры, как правило, не спешат решать. Вторая многоожидаемая вещь – это темная тема. Штука, которая давно есть на кастомных прошивках и на некоторых смартфонах других компаний, теперь появляется нативно в Android. Но она имеет одно очень важное отличие. Все дело в том, что даже если разработчик не подготовит темную тему для своего приложения, Android 10 способен форсировать эту тему и сделать ее самостоятельно в обход приложения. То есть даже тот же самый Instagram может иметь темную тему, хотя разработчики Instagram навряд ли планируют ее добавлять. Саму темную тему можно отключить через специальный шорткат в шторке уведомлений в один клик, либо настроить ее включение по расписанию. Вещь, которая должна была быть в Android уже много лет, но почему-то запаздывал – это родительский контроль. Теперь им становится частью цифрового благополучия, где в прошлом году мы могли отслеживать, сколько мы занимаемся разными вещами в смартфоне, сколько нам приходит уведомлений и что является наибольшим раздражителем. Теперь вы можете более плотно настроить смартфон для вашего ребенка, настроить ограничения по времени и понимать, как и для чего используется телефон или планшет вашего ребенка. Это круто. Также в цифровом благополучии появилась новая фишка под названием «Фокус режим». Это такой некий отдельный шорткат, который, опять же, можно включить через шторку уведомлений, и это позволит вам отключить уведомления любые от тех приложений, которые вы заранее настроите, и сфокусироваться только на работе. К слову говоря, странно, что эта вещь не появилась еще в прошлом году, потому что она прям напрашивалась. Именно в тот момент, когда вам нужно поработать, по закону подлости, вам приходят разнообразного рода сообщения с мессенджеров и социальных сетей, которые изрядно отвлекают. Так что в цифровом благополучии эта функция будет очень-очень востребована. Быстрые ответы, которые были раньше в системе во время того, когда вам приходит уведомление с каких-нибудь мессенджеров, теперь будут работать в офлайн. Это означает, что, во-первых, они будут быстрее появляться, так как генерация этих ответов будет происходить локально на смартфоне. Даже если интернет-соединение будет плохим, это все будет делать сам смартфон, никуда эту информацию, соответственно, не отсылая. Это плюсик в приватность, и, опять же, сама функция будет работать значительно быстрее. Полностью сменились системные шрифты, а также изменился дизайн Always-On Display. Теперь часть живых обоев появляется на заблокированном экране. Появилось название песни, которая проигрывается в данный момент в плеере прямо на Always-On Display. Ну и самое спорное обновление — это новое жестовое управление. Все дело в том, что еще в Android 9 многим не понравилось, как Google реализовала жестовое управление. И многие просили, чтобы сделали как на iPhone. Они сделали. Теперь Android 10 полностью управляется точно так же, как iPhone X или iPhone XS Max, или тот же самый iPhone XR. То есть, фактически, мы имеем абсолютно такую же систему управления с одним лишь отличием. Теперь для того, чтобы вернуться назад в приложении, вам нужно сделать свайп либо с левого, либо с правого бока. Причем вне зависимости от высоты. И проблема здесь скроется в том, что многие приложения имеют возможность выдвигать боковое меню, опять же, по свойствам свайпа. И из-за этого появляются конфликты. Поэтому разработчикам еще предстоит переделать некоторые свои приложения, для того, чтобы здесь не появлялись конфликтных ситуации. Когда вы вроде как хотите вернуться назад, а вместо этого свайпите в боковое меню. Ну и самое неожиданное — Android Q-Beta. Уже сегодня можно установить, естественно, на смартфоны компании Google. Это от первого пикселя до последнего. То есть Pixel 2, Pixel 3, Excel и первое поколение получают обновление до Android Q-Beta. Но, что самое интересное, более 20 смартфонов от других брендов, включая OnePlus, Insessional, Xiaomi и другие, получат эти обновления в том числе. И это уже второй раз, когда Google дает бета-версию Android еще до выхода другим компаниям. Теперь поговорим о обновлении сервисов Google. Большое обновление ждет Google Ассистент, который уже сегодня работает на миллионах смартфонов. Он теперь станет еще умнее и еще быстрее. Все благодаря тому, что Google смог уместить 100-гигабайтную базу Google Ассистента всего лишь в полгигабайта. Это позволит большую часть AI-части Google Ассистента уместить на смартфоне и значительно ускорить скорость реакции Google Ассистента на ваши запросы. Во время презентации один из сотрудников Google вживую продемонстрировал то, как это будет работать уже в этом году. И это действительно впечатляет. Google, open calendar, open calculator, open photos, set a timer for 10 minutes. Google, open calendar, open locally, open локр態. Google, open calendar Ассистент на вашем кто- Rosa. Google, open calendar, open calendar, open calendar, open calendar, open calendar,ETC Субтитры сделал DimaTorzok А еще в прошлом году Google впервые показал нам технологию Google Duplex позволяющую на тот момент заказывать и бронировать стрижки, отели, места в ресторане просто благодаря тому, что вы попросили об этом Google Ассистента и тот самостоятельно звонит в нужную компанию и договаривается вместо вас эта функция, к слову говоря, так и заработала однако далеко не везде, буквально в нескольких штатах США и во всем мире все еще недоступно однако Google не стоит на месте и сейчас у нас появилась новая фишка Duplex Web теперь, если вам нужно забронировать ресторан либо сделать бронь автомобиля либо запланировать путешествия вы можете попросить об этом Google Ассистент и он в реальном времени начнет заполнять поля в разнообразных сервисах например, если вы арендуете автомобиль то вам не придется писать в каждую раз информацию о себе вручную по сути, это автозаполнение на максималках выглядит впечатляюще и что самое важное, Google всегда переспросят правильно ли он все заполнил прежде чем применить эти настройки Live Capture новая функция, которая позволяет выводить субтитры поверх любого приложения в том числе и офлайн интересная фишка, которая в первую очередь нацелена на людей которые плохо слышат но на самом деле будет юзабельно абсолютно для всех простой кейс вы хотите элементарно посмотреть видео но вы не готовы включить звук так как вы находитесь, например, в общественном месте но у вас нет с собой наушников теперь Android сможет в реальном времени выводить субтитры того, что происходит на экране будь то это Instagram Stories видео на вашем смартфоне либо какой-нибудь ролик где-нибудь в интернете также это может работать и для обычного аудиоконтента например, при прослушивании подкастов штука будет действительно востребована и, что самое важное, она очень просто включается все, что вам нужно, это зажать кнопку питания и нажать одну клавишу для включения этой функции и она, к слову, будет работать офлайн Google Lens получил масштабное обновление теперь он может взаимодействовать с предметами по системе AR-технологии на живой демонстрации Google Lens смотрел в меню и показывал самые популярные блюда, которые можно заказать в этом ресторане более того, если вы, например, хотите заняться готовкой то можно в живую книгу по готовке навести Google Lens и он в определенных блоках покажет видеоролики по поводу того, как создать и сварить тот или иной суп или какой-нибудь блюда выглядит впечатляюще осталось дождаться, когда другие компании потянутся и начнут использовать технологию массово Google карты получили инкогнито мод и это на самом деле важно потому что, когда вы даете смартфон кому-нибудь другому посмотреть какой-нибудь адрес в интернете часто Google запоминает это для вас и впоследствии подсказки для ваших Google карт могут быть некорректны в будущем Google, насколько я понимаю, планирует реализовать инкогнито мод в большинстве своих приложений, в том числе и YouTube а там это особенно актуально стоит вашему другу пользоваться вашим YouTube рекомендации сломаны на пару месяцев ну и самое важное это новый смартфон и новый Nest Hub Pixel 3a и Pixel 3a XL, которые утекли еще в ноябре прошлого года теперь официально представлены и самое важное, что вы должны о них знать у них абсолютно такие же камеры, как у обычного Pixel 3a и Pixel 3a XL а это означает, что это автоматически лучший смартфон за 400 долларов для фотографии единственное, в чем Google их порезал это в фронтальной камере и отсутствие 4K съемки но с другой стороны 4K видеосъемка не такая уж и востребованная учитывая, что смартфон получил цену в 400 долларов и по сути лишился лишь беспроводной зарядки более мощного процессора и влагозащиты предложение получается очень крутым ссылки на Pixel 3a и 3a XL будут, опять же, в подсказочке вот здесь ну и интересно то, что Google решил отказаться от Google Home Hub в пользу Nest Home Hub то есть, по сути, произошел ребрендинг это то же самое устройство в прошлом году мы увидели 7-дюймовый планшет с колонкой и Google Ассистентом теперь мы получили его продолжение в виде 10-дюймового планшета с колонкой и Google Ассистента но теперь там появилась еще и веб-камера которая позволит мало того, что использовать ее как камеру удаленного наблюдения еще она способна распознавать владельца и выдавать ему персонализированные подсказки конкретно для его Google Аккаунта и, что мне понравилось больше всего, появилось жестовое управление где-то плачет сейчас один Xbox Kinect вот такая вот получилась Google I.O. к сожалению, нам ничего толком не рассказали про Google Studio но я думаю, что в ближайшем времени мы получим какие-то подробности по поводу этого сервиса если вам понравился ролик, обязательно ставьте пальцы вверх комментируйте это видео и не забудьте подписаться на наш канал хорошего вам дня и яркого настроения пока!